Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот Радио в эфире прямо сейчас. Меня зовут Анастасия Николаева, мои соведущие. Артём Фёдоров, основатель среды образовательных возможностей Совум и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу всех с летом, с наступившим, с бабьим поздравить. Такая тёплая погода. Два дня. Да, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте всем. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. А страхи и фобии. Они могут появиться в любом возрасте. Детские страхи нам представляются чем-то обычным и естественным. Но кто из нас в детстве не боялся темноты или монстров под кроватью, потеряться или остаться дома один? Другой вопрос. Почему возникают эти страхи? Как к детским страхам относиться родителям? Не обращать внимания, ведь все прошли через это. Или бежать к психологу, чтобы не травмировать личность ребёнка? Об этом мы сегодня и поговорим. До эфира мы собирали, как обычно, мнения нашего подрастающего поколения. Спрашивали, чего они боятся. Мы обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале «Твериград». Итак, страхи. Существует ли какой-то список вот таких традиционных, классических, если можно так сказать, страхов? То есть какой-то, может быть, топ-5 или топ-10, который со временем не меняется? Ну, смотрите, по страхам список составлен, он существует. Страхов достаточно много, но вот в стандартном, допустим, диагностическом списке, если не ошибаюсь, Захарова, их 29-31, ну, в разных редакциях по-разному. Такие, сказать, что классические страхи, прям классика-классика. Темноты боятся. Да, можно сказать, там, темнота, смерть родителей, смерть родителей один из основных страхов, и страх потери родителей в смысле одиночества, отрыва. Да, это прям возникает у детей малых лет, когда они начинают уже осознавать себя 2-3 годика, что разрыв от матери, от груди, от объятия, от всего остального. То есть, можно сказать, классика, может нет, потому что все страхи, если посмотреть, они, в принципе, встречаются в нашей жизни. Вот, поэтому топ-5, я, наверное, ну, темнота, одиночество. Что еще, Артем, добавить? Сейчас, наверное, очень много страхов начинает возникать в связи с той средой, которая вокруг нас. То есть, мы не только, там, это как вот мы тут сейчас разговаривали до этого, это страх какого-то ужаса, каких-то персонажей, которые используются в фильмах, мифических, да, мифических каких-то и так далее. Какие-то катаклизмы, типа, там, ковида, там, наводнение, войны какой-то там и так далее, там, ядерный. Вот, то есть, какие-то такие, да, штуки тоже, они сюда добавляются. Вот, и поэтому здесь выделять тяжело, они у каждого ребенка могут быть свои. И как раз, это может быть даже, да, сказать, что это не только отрицательная такая штука, но и положительная тоже, потому что человек... То есть, отсутствие страхов, это ведь тоже плохо? Да. Ну, отсутствие страха, безэмоциональный человек, скорее всего, если он не чувствует страха, он, может быть, и другого не чувствует, а это уже, мне кажется, даже больше психологическое расстройство. Вот, в некотором роде. Да, 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 и здесь самое интересное, ребенку научиться с ним жить, с ним двигаться или его убирать. То есть, вот это самый интересный момент, чтобы ребенок научился с ними взаимодействовать. И вот от того, как он с ними научится взаимодействовать, и будет зависеть, то есть, будет он что-то бояться по жизни, там, не будет что-то, как он будет это переживать и так далее. Ну, давайте мы конкретно послушаем, чего боятся детки, которых мы опрашивали. У нас подошло время рубрики «Детское мнение». Итак, чего боятся наши детки. Детское мнение Я муравьёв классных, пауков и косиченных, а с меня не боюсь. Я боюсь остаться один, потерять всех близких, всех, кто мне дорог. Еще я боюсь старшеклассников неадекватных, когда они идут компаниями. Они могут неадекватно отреагировать на мою внешность, начать придираться. Мне вот прям категорически страшно в этих моментах. Я боюсь один остаться где-нибудь без никого. Вдруг что-нибудь случится. А еще я боюсь темноты. Больше всего я боюсь в жизни. Это войны, потому что там погибают дети, остаются голодные люди. Очень много человек погибает. То, что я потеряю свою семью и то, что потеряю все, что у меня есть сейчас. Глазы. Потому что однажды я смотрю на буляру, и начали глаза, и мне страшно стало. Очень сильный гром был, и ветер был сильный. Я плакала страха. Детское мнение. Ну, вот такие страхи у деток, которых мы опрашивали. Ну, смотрите, получается, что в основном, да, это такие классические страхи. То есть, как вы и перечислили, наши детки в это попали. Это страх темноты, страх, да, одиночества. Но если вот анализировать, нам, как ведущим, но не специалистам, получается, что маленькие детки, то есть вот до там пяти лет, в основном боятся каких-то, ну, понятных таких вещей. Пауков. Они боятся грозы. В принципе, что может напугать и взрослого, да, человека. Здесь абсолютно логично. Другие страхи тоже логичны, но уже более в том возрасте, когда ребенок становится подростком, у него уже появляются какие-то социальные страхи. То есть, что его не примут сверстники, да, что его могут неадекватно на него отреагировать как-то старшеклассники. А что вы скажете по этому поводу? Ну, абсолютно правильно перечислили. Перечислили, то есть как бы с рождения, когда ребенок начинает себя осознавать, ну, вот как-то бы с двух лет у него начинают появляться первые страхи. Вот как мы проговорили, это уже отделение от матери, остаться одному. Плюс он начинает различать различные объекты, которые его могут пугать. То есть, если он маму и папу видит периодически, да, ну, постоянно, извините, то людей, которые приходят, он может воспринимать, ну, как новых. Страх незнакомца. Ну, конечно, да, бояться этих объектов. Плюс он начинает исследовать комнаты, вот, он начинает ходить и все остальное. Тут уже какие-то объекты, его могут вспомнить. Тот же пылесос, допустим. Ну, то есть это звуки, да, какие-то резкие? Звуки, он двигается, еще что-то, то есть, ну, все различные факторы, да. Но у него, у ребенка идет еще, как бы, страх, как сказать правильно, он неосознанный и воображаемый. То есть он воображает ту опасность, которую он может получить от этих объектов за счет вот этих вот всяких характеристик, звуков, движений и всего остального. Когда ребенок растет, эти страхи становятся более, как бы сказать, осознанные, да. То есть это обоснованные и необоснованные страхи, да? Ну, грубо говоря, совсем, да. То есть плюс еще детей, тоже мы с вами проговаривали, да, до передачи, это вот эти вот бабайки, пугайки и все остальное, когда ребенка надо маленько угомонить. То есть если этот страх и часто пугают бабайки домовым или еще кем-то, да, ребенка. С сереньким волчком. С сереньким волчком, то он может вырасти в фобию. То есть, в принципе, у всех детей, у 90% детей есть страхи, которые вот прям страшны им. А постепенно с возрастом они уходят и перерастают, вот как вот мы услышали из детского мнения, в социальные страхи. То есть когда он уже понимает жизнь, понимает ту среду, в которой вращаются тусовки, в которых, и вот, допустим, страх вот этого вот хамства, да, хамской компании. Ну вот у меня он тоже был. Единственное, что опять-таки какая будет на него реакция? Это зависит от того, как родитель будет воспитывать и обеспечивать безопасность ребенка, какими методами тоже важно. Ну а что здесь ребенок вот в этом хамских компаниях, что он боится, если мы говорим, да, о компаниях, а он один против этой компании? Это все-таки какого-то такого троллинга, скажем, социального, то есть на него будут показывать пальцем, говорить, что там, допустим, он там белая ворона, или он боится все-таки физического насилия, что его за это могут побить? И то, и другое. Это оба страха абсолютно обоснованные, которые могут случиться в любой социальной компании. Если мы, допустим, раньше, ну уж, извиняюсь, в 90-х, да, как сказать, мы были вот студентами, и реально мы не боялись, что нас затроллят, потому что мы еще такого понятия-то, в общем-то, в целом не испытывали. Но боясь физического... Высмеют, позднимут насмерть. Да, да, а физического насилия, ну, мы как бы страшились. То сейчас они, мне кажется, прям вот идут, даже этот троллинг психологический, когда выяснится, превалирует. Ну да, потому что, ну, это вот лично мое мнение по наблюдениям за тем, что происходит. То есть затроллить человека можно гораздо сильнее психологически и все остальное, чем вот сейчас это физическое насилие и какое-то расправа, да. То есть, ну, вот я так думаю. Ну да, плюс еще здесь можно сказать, что физическое насилие можно легче контролировать, да, то есть если какой-то физический контакт будет происходить, то последствия его можно предъявить для того, чтобы обвинить одну из сторон. Увидеть степень тяжести, да. Среда поменялась. И так далее, да. Увидеть степень тяжести, понять, что произошел конфликт, да, одна сторона участвовала и другая, да, и к этой ситуации можно применить, в принципе, закон. В том числе, да. Наказать виновного. Хотя, конечно, к детям закон не относится, но тем не менее есть родители. Да, 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 да. Вот, то, что касается психологического воздействия, это намного сложнее увидеть. Степень душевного урона. Конечно. И это сложнее оценить и сложнее понять вообще, насколько он сильно был осуществлен, вот, и что происходит. То есть это намного все сложнее. Моральный вред в России оценивается очень слабо. Если вот в последние годы он хоть как-то стал оцениваться, ну, всякими законными методами, то, допустим, лет 10 назад по моральному ущербу или вреду, я думаю, что вообще ничего нельзя было добиться. Абсолютно. А сейчас, если за ребенком совершено вот психологическое насилие, оно же может сказаться в будущем. Это может быть тот комок, та преграда, который, тот барьер, в котором в нем останется. И она выльется потом на рабочем месте, в более старшем возрасте или еще что-то. То есть тут очень серьезно, на самом деле, вот эти вот психологические вещи. И можно я как бы обратно или вперед забегу? Вот эти еще вещи связаны с воспитанием, когда в семье превалирует вот серьезный разговор взрослого с ребенком. И этот серьезный разговор дают на психику ребенка. Вот, то есть иногда многие дети, и я так могу сказать, ну, не то, что меня там гнобили или еще что, но мне гораздо, как бы сказать, выволочку от папы было получить проще, чем серьезно поговорить с мамой. А, это из разряда, если тебя машина собьет, ты домой не приходи, да? Ну, типа того, да, да, да. То есть как бы вот этот троллинг, или как его еще называть, там, троллинг в кавычках, он может присутствовать и в семье, причем на достаточно серьезной форме, и оставить глубокий след психике ребенка. То есть тут психологическая штука очень сильная. А, то есть мы говорим о том, когда детские какие-то неудачи родители именно высмеивают, да? Ну, не то, что даже высмеивают, это вот может быть разговор, как, я в тебя верил или верила, да, ты вот так оказался, да, как так, а мы вот с папой вот это, вот это. У ребенка же начинается фобия, я не такой, как родители, я не такой хороший, как меня хотят, или еще что-то. То есть вот тут вот везде оно может пройти. И то есть это... Боязнь не оправдать ожидания. Да, это даже боязнь не настоящего времени, она была всегда. То есть это вот если посмотреть на школьное образование, да, и на все остальное, то есть те же вот эти вот, мне кажется, ленинские устои, да, вот когда у нас была идеология такая строгая, там это мне доходило, кажется, ну, не то, что до абсурда, но очень до высоких степеней, когда человека именно по диалоге могли из комсомола выгнать, а он бы расстроился. Да, поэтому подытожить этот момент, то, конечно, родителям надо быть крайне аккуратными при взаимодействии с ребенком, когда ребенок находится в состоянии стресса из-за какого-то страха или какого-то конфликта, который у него происходит, даже который, может быть, не касается семьи. То есть родителям нужно крайне чувствительно к этому подходить и каждый раз в конкретной ситуации проговаривать эту ситуацию с ребенком, потому что именно разговор — это один из основных элементов, которым можно пользоваться. этим пользуются и психологи, этим пользуются все специалисты, потому что это фактически единственный инструментарий, который позволяет это сделать. Вот. И родитель, поскольку он самый доверенный человек для ребенка, он имеет очень хорошую возможность взаимодействовать через этот инструмент. То есть разговор ребенка и родителя, он очень полезен, крайне полезен, потому что он намного более полезен, чем разговор ребенка и специалиста. Потому что уровень доверия, чтобы выстроить между ребенком и специалистом, нужно время, нужна определенная история, должна быть и так далее. У родителя очень хороший шанс для этого и очень хорошие изначальные условия для этого хорошие. То есть главное вот этот момент не испортить. И главное не упустить. Тут как бы маленько вот дополню Артема, да, у родителей да, много доверия специалисту, нужно время, чтобы получить доверие ребенка, сто процентов, да. Но родитель должен пользоваться своим доверием во благо, да, и как бы ребенка готовить к подобным ситуациям, потому что ситуации такие случаются у всех. Но если родитель упустил или сам довел ребенка до панического страха вот этих вот социальных явлений, то тут какой бы доверительный ни был, без специалиста уже будет не справиться. Просто как бы и по техникам, по методикам, и как вывести, и как диагностировать правильно вот эти вот страхи, фобии, которые могут появиться у ребенка. Эта программа «Время и дети» мы продолжим буквально через несколько рекламных минут. Время и дети. Продолжаем программу «Время и дети» вместе с Артемом Федоровым, со основателем среды образовательных возможностей СОВУМ и Павлом Хелько, основателем детского клуба «Верхтормашками» и артпедагогом. Мы разбираемся сегодня, чего боятся наши дети. До рекламы мы слушали детское мнение, и несколько детей сказали о том, что они боятся войны. И на самом деле, детки, ну, приблизительно уровень это пятого, там, шестого класса, то есть это не взрослые, да, ребята, они боятся войны. Вот как вы можете это прокомментировать? Что это? Это генетическая память, либо в последнее время усилена работа по патриотическому воспитанию детей, рассказывать более в год 75-летия войны, рассказывают о всех, да, вот ужасах войны, то есть сколько советская армия понесла потерь, как на нас эта война отразилась. Может быть, это тоже, да, сыграло какую-то роль, поэтому и боятся дети войны, и будут в дальнейшем всячески стараться сохранить мир, или это какие-то другие намешанные страхи? Ну, на мой взгляд, генетически уже тут, наверное, об этом говорить, наверное, не стоит, поскольку прошло уже три поколения, то есть 75 лет — это три поколения по 25 лет, вот, и в данном случае дети, которые сейчас уже живут, у них очень отдаленное представление о войне, что это такое было и как оно проходило, вот, даже несмотря на то, что к патриотическому воспитанию очень большое уделяется внимание. И в данном случае можно было бы, конечно, сказать, что это какое-то, ну, оказывает сильное влияние, но, скорее всего, нет, потому что патриотическое воспитание, оно затрагивает, ну, детей очень слабо, потому что оно и в такой форме сделано, и оно достаточно все равно, как бы, разрозненно. Вот. И здесь, наверное, есть смысл говорить о том, что тема войны, она определенным образом окружает ребенка с точки зрения информационного поля, то есть... Новости. Да, новости, политика с этим связанная, раскручиваемая. Очень много всего по всем каналам, когда показывают войны, 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 плюс фильмы, плюс радио, плюс все остальное. Особенно это, конечно, заметно ближе к парадам победы, да, вот к дню 9 мая. И если на фоне там каких-то старых фильмов, когда прям геройство было наших солдат, да, то есть вот там в бою идут не старики или еще что-то, то показывают еще кучу всего, что совсем негативно. Ну, какие-то западные, да, там фильмы. Плюс не забываем о том, что у нас практически каждый день транслируется где-нибудь какая-нибудь война. Вот, ну, не в России, не с Россией, но тем не менее, мы либо участвуем, либо мы это все рассказываем. Да, действительно, и фильмы, и игры, они тоже, много сюжетов связаны с военными действиями, с оружием, и это дает постоянно информационное такое поле, в котором, конечно же, дети, скажем так, транслируют туда свой взгляд, да, и видят, что возможно что-то такое произойти. Но может произойти, хотя по факту, конечно, никакой полномасштабной войне сейчас в мире речь не идет. Ну, а что делать, если ребенок приходит и говорит, то есть сам говорит, да, не когда его спрашивают, а сам говорит, мам, я боюсь войны. Хотя предпосылок к этому никаких, да, нет, в семье к этому предпосылок нет. Что делать в этой ситуации родители? Ну, давайте сначала разберем, что такое страх войны. Страх войны как такового, я бы его не стал выделять. То есть в страхе войны намешана куча других страхов, эмоций, да. То есть, ну, страх смерти. Смерть, потери близкого, одиночество, я не знаю, там, вот остаться без еды, да, без крова. То есть разбирать по всем этим страхам, во-первых, нужно конкретно человекам, вот тут вот доверительные отношения родителей. Как раз проговорить, рассказать, что и как было, что и как возможно или будет. Вот правильно подать обстановку, как Артем сказал, да, то есть как бы в нашем мире о полномасштабной войне, ну, я даже не знаю, как можно подумать, как представить себе. Вот, соответственно, разбирая все эти страхи, можно понять, который страх и сильнее мучает ребенка, ну, как бы гложет, да, и тогда прорабатывать его с помощью каких-то творческих техник, там есть сказка, терапия, рисунки, лепка из глины, еще что-то, то есть отрабатывать, переживать эту эмоцию, этот страх. Мы не уберем, как бы, эмоции из себя, но мы можем либо их пережить, и тогда мы спокойно будем к ним относиться, либо пережить настолько, что, как сказать, не заглушить, а вот, ну, правильно сказал, да, спокойно относиться к этим страхам, то есть вот он есть и есть. Ну, сказка, терапия, да, там, лепка, что это должен делать родитель, то есть элементарно как-то найти информацию там в интернете, или это нужно все-таки вести к специалисту? Вы знаете, можно анекдот расскажу по этому поводу? Короче, приличный анекдот, да, это вот когда сидит пациент у доктора и спрашивает, доктор, а мне помогут эти таблетки? А доктор говорит, сейчас я загуглю. Доктор, так я сам загуглю, не занимайтесь самолечением, понимаете, то есть специалист, даже если он какие-то техники где-то находит, все равно более компетентен и в психологии, и в каких-то вещах, которые может не заметить родитель. Если, вот как мы и сказали вначале, у родителей доверительные, хорошие, добрые отношения с любовью, с ребенком, он не должен довести до этого, то есть все страхи детские, которые с возрастом становятся, которых меньше, которые он должен, в принципе, научиться переживать эмоции, родитель должен помочь в этом ребенку. Но если вы уже, ну, если не дай бог чей-то ребенок все-таки пришел в взрослую жизнь с какими-то фобиями, да, или с паническими атаками, то только специалист. Я не за медицину лекарственную, да, потому что это уже совсем серьезный случай, но вот психологические тесты, тренинги, техники, методики могут помочь ребенку и достаточно быстро и просто, потому что работать с эмоциями, это самый близкий путь к человеку. Ну вот, в психологическом смысле. Ну здесь же, опять-таки же, подытожу, что все-таки первое, что может сделать родитель, это все-таки повзаимодействовать с ребенком, поговорить на эту тему. Хотя понять, конечно. Понять, что происходит, не понять, а именно попытаться ее решить. То есть если что-то происходит, не нужно сразу идти там, прям сразу же, ничего не делая. Потому что у родителей, еще раз повторимся, очень сильный инструментарий, тоже взаимодействие с ребенком, потому что ребенок с ним будет взаимодействовать достаточно доверительно, ну, при прочих равных условиях. И это позволяет родителю большинство, на самом деле, моментов, сложностей и так далее у ребенка снять. Да, когда действительно уже формируется фобия там или какое-то состояние, с которым родитель не может справиться, то есть он пробует и не получается у него, еще раз пробует и не получается, то тогда, конечно, в этом случае помощь нужна. Вот. Но первые шаги должен делать родитель, это прям его фактически обязанность. Ну вот про инструменты воздействия. Нас часто в детстве пугали бабайкой или сереньким волчком. Ну, понятно, если ребенок понимает, что родитель его все равно любит, родитель его все равно пожалеет, все равно его простит. Порой вот это вот влияние воспитательное родителя, оно не воспринимается ребенком. То есть все равно, вот меня сейчас поругали, но все равно мне дадут покушать, да, все равно меня там поцелуют вечером, я приду, обниму маму, скажу, как я ее люблю, и все будет хорошо. Поэтому привлекается какой-то третий, да, там персонаж, там полицейский, дядя полицейский тебе сейчас придет, заберет. Ну, по крайней мере, в нашем детстве это были бабайки и серенькие волчки. Стоит ли все-таки на ребенка, не нарушаем ли мы личность, да, психику ребенка? Стоит ли ребенка пугать? Или наоборот, если мы его запугаем, то можем иметь какие-то проблемы с психикой в дальнейшем? Вы знаете как, вот я считаю, что тут нужно соблюдать грань, то есть не, чтобы вот этот вот бабайка не превалировал над всем остальным и не ставился вот чуть ли не как монстр в каждом случае, если ребенок действует не так, как родитель хочет или еще кто-то. Потому что фантазийные вот эти ужасы у детей развиваются где-то, ну, до шести, до семи лет, вот такой дошкольный период. И если они развиты настолько сильно, что чуть ли не в каждом угле у тебя стоит бабайка или еще кто-то, или волчок серенький, то, естественно, он вырастет, начнет бояться темных углов и собак из-за угла маленьких, больших, без разницы, всего остального. То есть сказать, что их не будет вообще, в каждой сказке есть злодей, да, а они будут. И родители, перенося себя, грубо говоря, вот этот образ злого дядьки. Карателя. Да, он переносит еще и на выдуманное существо, на выдуманное существо. Но вот, допустим, у меня дома мы сделали по-другому. Мы сделали бабайку добрым. Я живу за городом, у меня бабайка живет в подвале, он кушает молочко, пьет молочко и кушает печеньки. И чтобы его не расстраивать, мы сильно не бегаем вечером, допустим, понимаете, чтобы он там спал спокойно. Домовой у меня наверху, и как бы он обедает. Прямо снизу и сверху защищенный. У нас все есть, да, я поддерживаю фантазию детей до конца, у нас приходят феи, у нас они приносят подарки, и слава богу, что ребенок живет в этом мире. Взросление у любого человека все равно будет. Он все равно все поймет. И про то, что нет Деда Мороза, и про других существ. Но пока мир детства есть, его надо сохранять, и в этом мире детства он развивается, ребенок. Ну, вот бывает все равно, да, все дети непослушные, понятное дело, и с кем-то можно договориться, у кого-то хватает нервов у родителей, у кого-то нет, и все равно присутствует наказание. И наказания-то не обязательно физические могут быть, могут отнимать там гаджеты, не пускать куда-то гулять, к примеру. И вот часто дети, они боятся именно наказания, да, то есть именно последствий. И они, бывает, скрывают свои проступки от родителей. А дальше получается, значит, что-то не нашкодили и не договорили родителям. Получается недоверие, потом это вырастает в непонимание, и как бы как снежный ком покатилось. Вот что делать в таких случаях вообще, ну, как за проступки ребенка не наказывать? Вообще да. Это прям именно так должно быть. Просто здесь есть смысл эту ситуацию некоторым образом перевернуть, что если действительно что-то происходит, да, и это родителя напрягает каким-то образом, да, то реакция родителя, если она будет силовая, манипулятивная или какая-то со стороны прямым воздействием, да, на ребенка, не на смысл взаимодействия, а просто воздействие на ребенка, то это приводит к тому, что, конечно же, ребенок, во-первых, он сразу защищается, да, он начинает заходить в себя там, вот, он начинает менять коммуникацию там и так далее. То есть это приводит прям к последствия этого, это разрушение. И ничего хорошего после этого не будет. Ну, то есть какие-то элементы будут все равно негативные. И чтобы этого не происходило, да, причем более того, это еще на уровне паттернов запоминается. Потому что если родитель делает так, то, скорее всего, ребенок еще со своими детьми будет такие же механизмы пробовать. Вот. И это вообще очень такая не очень хорошая штука. Вот. А здесь есть другой вариант. Можно не воздействовать на ребенка, а можно проговорить эту ситуацию в плане того напряжения, которое у родителя вызывается. То есть эта ситуация, вот, что там, не знаю, там, сломали стул там в игре, да, что родители в этом напрягают. То, что стул был разрушен там, да, и что это физически, да, нужно в этом же, в этом аспекте с ребенком и по взаимодействию сказать, что да, игра это может быть, но разрушение в игре объектов, оно не очень меня радует. Можно попросить помочь починить этот стул, чтобы он почувствовал ценность этого стула. Можно восстановить стул вместе и так далее. То есть не, скажем так, не нападать на ребенка, а донести свое беспокойство до него. Это же намного важнее. И ребенок, он поймет беспокойство. И вот из нашей практики они вообще понимают, что с первого раза беспокойство. А родителя какой-то темой, они считывают это очень легко. То есть не надо даже не кричать там и не ругаться. То есть достаточно, главное, точно выразить, что у тебя вот это внутри, что тебя беспокоит. То есть вот это у себя найти. Это найти и ребенку рассказать про это. И он в следующий раз ничего подобного делать не будет. И вот эта вся силовая конструкция, она уже, скажем так, она проще и быстрее. Да, действительно, что это прямое воздействие. Но оно приводит к последствиям разрушительным. А конструкция объяснения, она приводит к тому, что ребенок, понимая, он больше не повторяет такие действия. С родителем. Он может в других ситуациях что-то там делает. Но, тем не менее, он понимает это и они больше не возникают. Это программа «Время и дети». Мы вернемся к обсуждению детских страхов через несколько рекламных минут. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем, чего боятся дети. Мы анонсировали программу и на портале Твериград, а также и в нашем эфире сегодня с середины дня. И на наш ватсап, на номер плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. Нам написала наша слушательница Ольга. Поэтому пришло «Время совета». Ольга пишет нам. Мой ребенок постоянно переживает, я бы даже больше сказала, боится, что ей не поставят нужное количество лайков. Постоянно фотографируется везде и всюду. Заставляет нас фотографировать ее и нервничает, если получается неудачная фотография. У нее периодически проскальзывает фраза «Мама, я боюсь, что будет мало лайков». Мне непонятен этот страх, мы уделяем ребенку немало внимания, но, видимо, оно нужно ей еще и извне. Что делать и самое главное, как мне помочь моему ребенку? Ну, тут я возьму, наверное, слово. Если вот так рассмотреть, социальный страх, современный социальный страх, то есть внимание и плюс некоторые, как сказать это правильно, лидерство. Но это даже не одобрение, это быть звездой такой вот, звездой. Опять-таки, понимание количества вот этих лайков, да, то есть как бы вот каждая вот деталь, она может выстроить некоторую программу работы с этой девочкой. Девочка, как я понимаю, подросток. Вот. То есть, если для моих, допустим, дочерей 5 или там 10 лайков, которые они берут, уже очень хорошо, они уже звезды, они уже со всеми знакомятся, то сколько девочке это и надо. И опять идет проработка эмоций, если она не получит этих лайков. Понимаете, это как со спортсменами проработка идет, если ты не одержишь победу. То есть ему не надо уходить в стопор, да, вот этому спортсмену или этому ребенку, ему не надо уходить в себя. Не получение этих 100 лайков, она должна понимать, что это не заканчивается ее жизнь. Она в других вещах или в этих же вещах она хороша, вот именно вот это не заработало. То есть, маму, перефотографируй меня лучше, да? Даже так, может быть, перефотографируй. Но у мамы, опять-таки, разговор с родителем, как мы тут говорили, что не всегда родители готовы фотографировать 50 раз, там все остальное. То есть, у каждого есть дела. Если родитель относится к ребенку как к личности, ну, вполне индивидуальной, да, самостоятельной, скажем так, то и ребенок должен также относиться к родителю и учитывать его интересы. Проработка, ну, вот главное, понимаете, что здесь? Если вот прям ситуация такая навязчивая, то это практически идет как фобия. То есть, ребенок прям хочет, хочет, хочет этого. Вопрос следующий уже идет даже к родителям. Так как они говорят, что там заботы, в чем проявлялась их забота? Дать гаджет ему? Внимание, говорят, что мы уделяем ребенку умного внимания. А вот что это значит, внимание? Или погладить по головке или поставить ему мультики, это тоже считается вниманием. Знаете, как я был в институте физиологического взросления, и там был очень же яркий пример, когда мальчику говорят, ты каждый день гуляешь? Он говорит, нет. А мама взади сидит и говорит, да как так? Мы же до магазина ходим. А потом ходим с магазина там еще до чего-то, чтобы купить. То есть, вот это не считается для него прогулкой. Также для этой девочки, вот то, что они оказывают, может не считаться вниманием на уровне, на внутреннем уровне, на подсознательном, и ей мало этого внимания. А возможно здесь, какое-то резкое сепарация или отстранение от родителей в детском возрасте, там, от груди, от объятий, или резко стали самостоятельно, ну, не самостоятельность, как это правильно сказать-то, лишать ее помощи, считая, что она самостоятельная. То есть, очень разных вещей, у которых как раз и может помочь разобраться специалист. Вот, как бы, прямого ответа, что с этим делать, я не дам. Но диагностику вот этого состояния девочки... Ну, вот что все-таки, Ольге, как ей? Я понимаю, что нет однозначного ответа. Что, Ольге, ну, не знаю, может быть, там с ребенком создать интересный контент, сесть? Можно создать контент, а можно создать сказку, в котором она как раз, вот эта вот девочка, и получает, либо не получает. А какие ощущения она испытывает при получении этих ста лайков? А если это подросток, сказка, боюсь, уже здесь не пойдет. Ну, а почему нет? Давайте историю фантастическую сделаем, рассказ сделаем, видео снимем для Ютуба. Ну, вот, как бы, то есть, много всяких вещей есть, которые... Но все-таки контент. Рисунок, рисунок. Да, и здесь можно еще посоветовать, поскольку достаточно в этом вопросе слышно, что девочка активно просит помощи от родителей. То есть, прямо, если она прям вот так активна... Может, она к ним рвется? Да, 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 очень на это похоже, поэтому нужно уделить ей это внимание, и, возможно, невозможно, а сильно эффективно это работает тогда, когда это делается прямо в этот момент. То есть, когда она это делает, и когда она просит помощи, вот в этот момент ее есть смысл давать, потому что именно в этот момент она к этому достаточно открыта, и она этого просит. И взаимодействие в этом направлении может дать ей понимание того, что, когда она просит... Ну, то есть, если даже у родителей неотложные дела, их нужно отложить, и вот ради благополучия ребенка... Да, это много времени может не занять. Это может занять там 5, 10, 15 минут, просто повзаимодействовать с ним, поговорить, не... Причем просто выделить на себе это время как свободное, и на это время выключиться из всех дел, которые снаружи на тебя могут давить, там, да, или даже встреча там, или что-то еще там может происходить там, и так далее. 15 минут любой... Любая встреча может подождать, любое дело может подождать 15 минут. Но вот эти 15 минут для ребенка в этот момент крайне важны, прям очень сильно важны. И в этот момент как раз вот эти 15 минут будет достаточно для того, чтобы проговорить. Можно просто посидеть, поговорить, сесть рядом и поговорить. Поговорить про это на тему рядом, потому что не надо задавать вопрос, а сколько тебе лайков надо, а что ты от них хочешь получить, там, и так далее. То есть не в этом плане, а в плане повзаимодействовать. Нужно взаимодействие. И в моменте взаимодействия разговоров будут всплывать темы, которые ребенка беспокоят в этом направлении. И тогда уже... И тогда клубок мы разматываем. Да, да, слушать и двигаться. Ну и подытожить мне сегодня нашу с вами беседу. Хочется таким вопросом. Дети, ну, всегда они боялись, да, чего-то. Это естественно. И в одном возрасте они боятся одного, во втором другого возраста, в другом возрасте они боятся другого. Ну, вот во все времена они боялись одного и того же, или все-таки меняется, да? Вот раньше-то не боялись, что лайков не наберут, но при этом вот темноты как боялись, так и боятся. Ну вот, по моему личному ощущению, у нас просто меняется, как бы сказать-то, образ... Во-первых, из-за того, что много информации разной, это и фильмы, кинофильмы, и комиксы, и все остальное, меняются образы. То есть... То есть равно есть в фантастической сфере, вот если у ребенка, да, у нас появились зомби, у нас появились там пришельцы, у нас еще кто-то появился. То есть баба-яга уже уходит на второй план на самом деле, да. Ой, тунеядцев вообще не знают таких антигероев никто. Вот. А дальше все, что идет, вот как мы услышали, война, но опять-таки в каком виде война. Раньше тоже дети ее боялись. Ну вот эти вот скопления этих страхов. Но появляются другие социальные как бы страхи, лайки, да, вот то, что сейчас разобрали. Вот. А раньше это, возможно, было непризнание среди, извиняюсь, повторюсь, комсомола там или пионерского отряда или еще что-то. То есть люди разные, у всех разные страхи, они деформируются, они деформируются как бы внешне, внешне, скажем так. То есть внутренний страх, он, в принципе, та же самая эмоция на какое-то действие, похожее друг на друга, да. Видеоверсию сегодняшнего нашего выпуска «Время и дети» можно будет в скором времени найти на портале Твериград. Слушатели «Пилот-радио» и читатели Твериграда могут предложить также и свои варианты тем для обсуждения в наших следующих программах. Или, может быть, что-то вас тревожит в поведении вашего ребенка. Вы не знаете, что с этим делать и вам нужен совет, например, как наша сегодня героиня Ольга. Пишите нам на WhatsApp номер плюс 7 920-693-5482. Спасибо вам за ответы, за комментарии. Сегодня участниками программы нашей были Артем Федоров, сознаватель среды образовательных возможностей СОВАМ, и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками» и арт-педагог. Ну и я, Анастасия Николаева, мы с вами прощаемся и желаем всего доброго. Всего доброго. До свидания. Время и дети